Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте тему Навального немного продолжим. Как вы считаете, с чем связано то, что его тело, ну, в общем-то, превращает это все в квест, не выдают родне? Ольга Романова, например, глава фонда «Руссидящая», она предполагает, что Кремль боится проблем не только с тем, как спрятать улики, а и что делать с похоронами. И вот ее прогноз, что, я даже процитирую, что во время похороны Навального превратятся в мощную антипутинскую акцию. Верите ли вы, что смерть Навального может стать тем черным лебедем, о котором сейчас некоторые представители российской оппозиции за рубежом говорят? Ну, хотелось бы в это верить, но я скорее скептик. Российская оппозиция сейчас в значительной мере разгромлена, но та ее часть, которая осталась в России. И, собственно, и Навальный убит потому, что он был самым сильным, самым харизматичным, самым активным, вспоминая Высоцкого, самым буйным противником Путина. Вот эта его энергетика, она как раз и пугала Кремль, поэтому его и взяли в тюрьму, отправили за Полярный круг, и система его убивала. Это был только вопрос времени, когда и как это случится. Поэтому, кто будет сейчас организовать эту акцию? Ну, да, возможно, конечно, теоретически, да. Вот стихийные мемориалы в честь Навального, они в Москве возникают. Да, его сторонники, они помнят об Алексее, приносят цветы. Но для того, чтобы вот что-то подобное случилось, это нужно организовать. И сейчас в нынешней России это сделать крайне сложно. Я сомневаюсь, что что-то подобное... То есть «Черный лебедь» возможен, но я «Черных лебедей» скорее жду из Кремля или из российских регионов, в зависимости от обстоятельств, а также от поражения России в войне против Украины. Вот где могут появиться «Черные лебеди» для Кремля. А российская оппозиция, значительная часть, ее большая часть уехала, вынуждена была уехать. Ну, а кто-то и давно уже уехал, и потерял связи с Россией. Я думаю, что даже плохо себе понимает, что происходит в современной России. А вот те, кто попытался остаться, да, вот они фактически либо уничтожены Кремлем, либо оказались в тюрьмах. Поэтому пока я не ожидаю каких-то сильных изменений в России именно в следствии каких-то протестных действий. Как вы оцениваете вероятную и возможную роль жены Алексея Навального, которая, по крайней мере, на словах подняла вот это знамя борьбы? Сможет ли она, ее соратники, те, кто ее поддерживают, организовать борьбу на каком-то новом уровне? Верите ли вы в нее? Ну, я желаю ей успеха в этом деле. Я думаю, что она сильная, мужественная женщина. Она сделала правильный выбор. Ей нужно продолжать дело мужа. Но в чем проблема? Российская оппозиция расколота. Вот в вашем репортаже была такая формула, она стала абсолютным лидером российской оппозиции. Увы, это не так. И Навальный не был абсолютным лидером российской оппозиции. Он был самым решительным, самым ярким, самым харизматичным одним из российских оппозиционеров. Но вот именно самый заметный, самый яркий, самый харизматичный. Который не побоялся вернуться в Россию, хотя понимал, что наверняка его посадят. И с его смертью, я думаю, завершилась эпоха в российской оппозиции. И надо ждать появления каких-то новых лидеров. Сможет ли стать Юлия Навальная новым лидером российской оппозиции? Одним из лидеров – да. Ее наверняка могут воспринимать такую роль. И сейчас это знак уважения. Она скорее будет выполнять роль символа. Такого символа, который должен объединить российскую оппозицию. Ну, нечто вроде Светланы Тихановской, белорусской оппозиции. Но даже белорусская оппозиция тоже далеко не все поддерживают Тихановскую. Не все ее воспринимают в этой роли. Кстати, очень похожая история. Там муж тоже был оппозиционным кандидатом в президенты. Оказался в тюрьме. Жена взяла, подхватила знамя и продолжила его борьбу. Стала таким вот символом объединения. И Юлия Навальная попытается это сделать. Можно пожелать ей успеха. Но, еще раз подчеркну, нынешняя российская оппозиция раздроблена. Я скорее ожидаю появления каких-то новых оппозиционных лидеров. Ненадежденно. Вот тоже считать, что он был главный соперник Путина – это иллюзия. Желаемое выдается за действительное. Какой он соперник? Его, судя по всему, в Кремле рассматривали как спарринг-партнера удобного. Ну, была симулякром Собчак на прошлых президентских выборах. Надеждин скорее рассматривался российской оппозиции просто как возможность, как вариант протеста против Путина. Поддержать кандидата, который за мир – это была форма протеста. Но он не лидер. И его не воспринимают как лидера российской оппозиции. Поэтому думаю, что сейчас российская оппозиция будет думать, как действовать дальше. Вот прежние осколки, прежняя российская оппозиция уходят в прошлое. Но борьба против Путина будет продолжаться и в самой России. Поэтому я больше надеюсь на новое российское поколение, которое должно в конце концов продуцировать, выдвинуть новых лидеров. Вот как Навальный появился в начале 2000-х годов. Он стал такой новой звездой российской оппозиции, когда старшее поколение ушло. Кстати, многие тогда пытались сотрудничать с Путиным. Сейчас, кстати, мало кто помнит. Корниенко, который сейчас курирует внутреннюю политику в Кремле и одновременно курирует и грязную информационную и политическую войну против Украины, он ведь был в либеральных российских кругах. Был в правом деле, в котором был и Немцов, и некоторые другие российские оппозиционеры. Надеждин, кстати, там тоже был. И тоже, кстати, у Надеждина тоже был опыт сотрудничества с Единой Россией. Ну вот, часть оппозиционеров российских либо ушли к Путину, либо сохраняют такой нейтралитет для собственной безопасности, как Хакамада. А кто-то вынужден был уехать. Кто остался? Вот Навальный погиб, фактически убит российским режимом. Но другие российские оппозиционеры, кто остался в России из известных людей, вот Карамурза, Яшин, они в тюрьме. Получили огромные сроки. Малоизвестные российские люди, которые не побоялись выйти на протесты, огромные сроки получили, больше, чем убийцы и насильники. Это, кстати, показывает, как Кремль боится настоящих оппозиционеров. Но все равно оппозиция будет появляться. Вот недавно были протесты в Башкирии. И тоже их лидера взяли в тюрьму сразу же. Но протесты будут продолжаться. Они будут. Появляться новые темы для протестов. И рано или поздно появятся новые лидеры. Поэтому я больше надеюсь на новые поколения, на новых лидеров, которые еще придут. Но те, кто сейчас в оппозиции, в том числе Юлия Навальная, не должны сдаваться. Даже если шансов на победу мало, надо продолжать борьбу. Информационную, политическую борьбу. Как за границей, так и внутри России. У них другого выбора нет. Если они уже взяли на себя эту роль, эту миссию, эту борьбу надо продолжать. И хотя бы и для памяти Алексея Навального, и для продолжения оппозиционного дела в России. Хорошо. Но если собственный народ не накажет за убийство Навального, то как будет реагировать Запад? Помните, только появилась новость о смерти Алексея Навального. Сразу же все вспомнили Байдену, его заявление 2021 года о том, что у России будут катастрофические последствия, если он умрет в тюрьме. И вот, уже в пятницу США обещают объявить о новом крупном пакете санкций против России, которые будут приурачивать к гибели политика Навального и годовщине вторжения в Украину. Но как вы думаете, чего ждать? Действительно ли он будет катастрофическим, или все закончится очередным, по примеру, списком Агницкого, который был очень громким, но по сути, будем откровенными, эффекта он ожидаемого не принес? Нет, ну, понимаете, тут важно не получение какого-то эффекта. Даже экономические санкции, они не могут победить экономику крупной страны. Это мы знаем не только по России, по Северной Корее, по Ирану. Персональные санкции — это форма наказания, публичного политического и правового наказания. Ну, это не судебный приговор, конечно, но публичное политическое наказание конкретных людей. И ограничение их прав фактически в поездках на Запад, в какой-то активности на Западе. Хотя бы это. Поэтому я не считаю, что список Агницкого провалился. Это было правильное действие, но оно имело, конечно, ограниченный эффект. Сейчас будет что-то подобное. Я не сторонник вот этих пафосных заявлений. К сожалению, и сам Байден, и его администрация, они иногда склонны много пафосных заявлений делать, а конкретные дела в гораздо меньшем объеме. Это при всем при том, что мы очень благодарны Соединенным Штатам за огромную помощь Украине. Но та же самая проблема. Пафосы иногда больше, чем, скажем так, решительности. И в вопросе о членстве Украины в НАТО, и в вопросе о поставках современного оружия, и в своевременных действиях, направленных на поддержку Украины и так далее. Поэтому я вот к этим пафосным заявлениям отношусь очень сдержанно. Я, ну, может быть, уже я привык, я не верю в этот пафос. Знаете, что меня в этом плане больше, ну, скажем так, подвигает к какому-то оптимизму? Не вот этот пафос. Я никаких катастрофических последствий от каких-то санкций по поводу Навального не ожидаю. А вот вывод правильный, правильную реакцию на смерть Навального я услышал в Мюнхене от многих западных политиков. Самое правильное действие Запада в ответ на смерть Навального – это активизация усиления помощи Украине. Вот в Мюнхене звучало одно короткое слово английское по отношению к Путину. После смерти Навального – evil – зло. Путина воспринимают как глобальное зло. Это диагноз. До кого-то дошло только сейчас. Для многих дошло еще, когда Путин вторгся в Украину. Но доходит, слава богу. Пусть за опозданием, но доходит. Вот восприятие Путина как зла. Зло надо остановить. Остановить его можно сейчас в Украине. Поэтому главная и самая сильная, самая эффективная реакция на смерть Навального – это активная поддержка Украины. Оружие для Украины, боеприпасы для Украины, современное оружие для Украины. Вот это будет самый правильный, самый сильный ответ на смерть Навального. Сложно с вами не согласиться. И про Мюнхен вы вспомнили. Также в Клуарах и не только говорили уже о подготовке к глобальному саммиту мира. Он может состояться уже в марте, по крайней мере. Украинская сторона старается организовать это. Возможно, в Швейцарии он пройдет. Интересно поговорить о возможном участии в саммите Китая. Известно, что Украина и наши партнеры хотели бы привлечь китайскую сторону к этому процессу. Но насколько это реально? Насколько, по вашему мнению, полезно, чтобы Китай поучаствовал в обсуждении установления мира? Насколько это реально? Ну, я отвечу честно. Я считаю, что это малореально. Китай будет сохранять свою относительно нейтральную позицию. Для нас важно, что хотя бы Китай не изменил своей условно-нейтральной позиции. Не поддерживал Россию, не поставлял оружие России. Вот хотя бы это. Этого уже будет достаточно. Вы показываете фото встречи министров иностранных дел Украины и Китая. Контакты с Китаем, диалог с Китаем нам необходим. Мы должны активно коммуницировать с Китаем, прекрасно понимая, что Китай не встанет на нашу сторону. Вот это надо четко понимать. Китай воспринимает войну России против Украины как войну России, в том числе, против США. И поэтому Китай будет здесь, ну скажем так, наблюдать за ситуацией со стороны. Он не встанет на нашу сторону. Поэтому прямого участия Китая в саммите мира я не ожидаю. Но диалог с Китаем вести нужно. И надо возвращать Китай в переговорный процесс. Я думаю, это тоже необходимо. Потому что китайцы попытались так сходу, кавалерийской атакой, так как-то быстро решить проблему, добиться мира. Но мир на условиях России нас не устраивает. Добиваться освобождения всех оккупированных территорий Китай не собирается, я имею в виду, играть на украинских условиях. Поэтому китайцы поняли, что они не добьются успеха в мирных переговорных процессах и ушли в сторону. Но их надо возвращать в активный переговорный процесс так, чтобы они сдерживали Россию от новых агрессивных действий, от каких-то авантюр военных и не только против Украины. Поэтому у меня нет иллюзий в отношении Китая, в том числе относительно участия Китая в саммите мира. Но переговоры с Китаем вести нужно. Скажем так, до них нужно доводить каждый раз украинскую позицию. И то, что наша принципиальная позиция по условиям мира, по условиям мира меняться не будет. Хорошо. А как тогда перевести с дипломатического языка некоторые моменты выступления министра иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции, о которой мы сейчас говорим? Я напомню, Си Цзиньпин четко определил нашу позицию. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность, а также соблюдать положение хартии ООН. Вторая цитата. Китай предпринимает всяческие усилия для возвращения Крыма Украине. Очень сложно в это верить, учитывая, что неделю назад в ООН от спецпредставителя звучали тезисы о том, что надо прекратить поставлять оружие Украине, потому что это затягивает конфликт. Это знаете, в актерской среде есть байка об одной, шутка об одной актрисе, которая славится своей корыстностью. Когда надо Федосеева, когда надо Шукшина. Здесь то же самое. Ну, да, это уже тоже предмет иронии в дипломатических кругах. Уже многие дипломаты шутят, что в Китае нет внутреннего плюрализма, зато очень много плюрализма в дипломатии. Когда разные дипломаты могут говорить иногда прям противоположные вещи по одному и тому же предмету. Именно поэтому я и говорю, что у меня нет особых иллюзий. Я бы сейчас не занимался фантазиями, трактовками вот этого выступления, но раз ты сказал слово не воробей. Вот я думаю, что нашей дипломатии надо это четко зафиксировать и во всех контактах с Китаем, на каких-то международных конференциях, где Китай участвует, там, где вот в ООН, где китайские дипломаты будут делать какие-то заявления, которые ближе к позиции России. Вот надо цитировать их министра. Министра. Иерархия в Китае очень важна. Надо цитировать их министра. Поэтому я считаю очень хорошо, что Ван И сказал вот эту фразу, вот сделал вот эти заявления. А дальше от них надо отталкиваться. По поводу суверенитета, когда они говорят про суверенитет, они и Россию имеют в виду в том числе, что надо уважать суверенитет России, безопасность России. Но то, что вот они не признали российский статус Крыма, и вот это заявление, вот это надо использовать в наших интересах. Поэтому надо делать поправку на вот этот специфический дипломатический плюрализм в китайской позиции. Но обязательно использовать вот те заявления, особенно от таких вот высоких официальных лиц, как министра странных дел, надо их использовать в наших интересах. Так что я считаю, что то, что он сделал это заявление, это хорошо. Даже если Китай не будет участвовать в глобальном саммите мира, скорее всего, все равно, я же говорю, с Китаем нужно активно работать, и надо, чтобы он сохранял хотя бы свою нынешнюю позицию. Владимир, спасибо. Как всегда, интересно было вас послушать. Спасибо за включение. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok